Туво на чемпионате России будут представлять 15 спортсменов. Для того, чтобы пройти в список участников, необходимо было пройти все четыре этапа подготовки. Один из них состоялся в Дагестане. Дагестан это уже никому не секрет. Во всем мире номер один школа. По всему миру. Там в основном спарринг много. В каждом весовой категории там по 20 человек бывает. В вечерней тренировке там в Дагестане по 300-400 человек находится. Далее спортсменам нужно было выиграть чемпионат Сибирского федерального округа. По итогам которого путевки на домашний чемпионат по вольной борьбе выиграло 15 человек. В резервный состав прошли и молодые ребята до 23 лет. Один из них Агам Монгуш. Ему 19 лет. Серебряный призер первого всероссийского турнира памяти Дмитрия Медяшвили. В чемпионате России принимаю участие впервые. Я собран и готов к соревнованиям. Надеюсь, что все-таки призовое место получу. С 1 июня в спортивном комплексе КАХЕМ в селе Сарыхсеп проходит четвертый этап подготовки. Здесь нагрузки не такие серьезные. Основная задача – соблюсти режим. Утром у нас зарядка, 7.45, построение возле комплекса. И у нас пробежка, после пробежки у нас отработка по заданию. После пробежки, после задания у нас в 9 часов завтрак. После завтрака у нас ребята отдыхают и утренний тренировок в 11 часов. И вечерний у нас после утренней у нас в час 30 обед и после обеда тоже ребята отдыхают и вечером в 5 часов тренировок. На тренировках задействованы четыре тренера – Айдаш Самдан, Ондар Дава, Миги Мортуел и известный во всем мире трехкратный чемпион Европы Опан Сад, который не только консультирует спортсменов, но и дает наставления. Побороться, показать свою борьбу, особенно дома, порадовать своих близких, земляков. Надо, хоть кто выходит, надо свободно, вольно бороться. Все вот это и желаю. Чемпионат России по вольной борьбе пройдет 24-26 июня в Кызыле. За день до начала соревнований в Кызыл прибудут 354 спортсмена. Все они из разных городов, республик, областей и краев необъятной России. Всего 44 делегации, каждую из которых будут сопровождать волонтеры, которые уже сейчас проходят обучение во Дворце молодежи. На сегодняшний день всего подали 120 волонтеров своей заявкой для работы, участия, обеспечения, то есть волонтерским сопровождением чемпионата России по вольной борьбе. Из них мы, основную группу, будем набирать 50 волонтеров и 25 запасных. Волонтеры будут помогать гостям сориентироваться в городе и найти нужную достопримечательность, а также рассказать о ней. Желающих принять участие в масштабном мероприятии оказалось больше, чем нужно. Среди них школьники от 15 лет, студенты, а также опытные участники добровольческой деятельности. Я зарегистрирована на портале волонтеров добро.ру. Мне пришло приглашение, я не задумываясь, зарегистрировалась на участие в международном нашем по вольной борьбе конкурсе. И поэтому я тут стараюсь быть полезной для своего общества, для своего народа, для своей страны. Волонтеры узнают об истории Тувы и Кызыла, о достопримечательностях. Также добровольцы будут знать историю вольной борьбы и именитых спортсменов. Алдын Кызбуян Чайхан Донгак, Владимир Сюртук Айдана Сендинма, Тува, 24.